Алло. Добрый вечер. Добрый. И надо тебе, чтобы мне написать, я две минуты. Давай, давай, говори, не торопись, спокойно. Платить вот по предложенной вами вчера о том, чтобы я сам, у меня боли сильные, говорить не могу вообще, голова не работает. Чтобы я записывал у себя видео. Да. В общем, сейчас расскажу всё. Для начала, знаете, как сделаем? Я свяжусь с вашим программистом. Вам нужно заменить камеру вашу, которая на мониторе стоит, на компьютере. То есть эту выбросите, а новую поставите. Она будет очень давать хорошую картинку. Потому что ваша камера, она слабенькая. Вы мутно очень, как в тумане сидите. Понимаете как? А я перечислю там деньги, и он быстро купит. Я скажу, какую камеру надо купить. Потом я у себя установлю камеру, и наше буду снимать. Видео будет качество идеальное. И как бы будет экран на две картинки разбит. То есть в одной картинке буду я стоять, а в другой будете вы стоять. Вот. И мы будем вот так вот общаться. Будет эстетично так. Ты меня увлёк. А скажи, если мы поедем-то, эту камеру-то нельзя с собой взять нам? Почему нельзя? Можно. Потому что летом тут никого не будет. Одни женщины, а тут... Так, второе. Почему? Договоримся сразу, чтобы не было недоразумений. Нигде ничего не делать без согласования. Насчёт денег я очень щепетилен. Высылать не надо. Это, Игнатий, не для вас делается. Паша, не надо. Мы соберём. Не надо. Вот когда мы поедем, к вам заедем, там видно будет. Там что у вас накопится? Накопится? Нет. А тут мы купим сами. У вас время пропадёт сколько? Время, полгода пропадёт. Мы снимаем, если видео, значит, видео должны быть качественными. Так, согласен. Коротко, скажи, сколько она примерно стоит-то? Да я не знаю, сколько она там стоит. Но у меня такая же вот она. Ну вот я хорошо у вас соберен. Конечно. Ну, примерно хотя бы сколько? Пять тысяч, десять, сто. Да ну, она стоит там две с половиной тысячи. Да не может того быть. За две с половиной тысячи-то я с пенсии купил бы. И я вам говорю, а ваша камера, она там стоит пятьсот рублей. Она дешёвая и поэтому плохую картинку даёт. Да не расскажи. Какую камеру ты имеешь в виду? Которую на этом, на компьютере-то? Да, да. Так это мы говорим, о которой аппарат снимает. Вот, подойди, Володя, поближе рядом со мной, сядь. Вот этот аппарат-то он. Нет, вот этот аппарат вам достаточно. Он нормально снимает. Ну, это истерь глухой, не понял. Я думал, что вот об этой, от которой в руках у него. Она у вас нормально снимает и пойдёт для... Это же не то, что там выставлять видео на конкурсы, а для Ютуба пойдёт она. Ну да. Вот я себе такую же куплю. Ну, вчерашний разговор-то, и который позавчера не мог я поставить, ты видел, я всё выставил? Ну да, я там немного просмотрел. Я Максиму отправил ссылку на видео, которое смонтировали последний фильм о нём. Да, да. Он поблагодарил за ссылку. Вот смотрел или нет, надо узнать теперь как-то, разузнай у него. Смотрел. Ещё один. Смотрел, конечно. Он поблагодарил и всё, и с праздником поздравил. Это прекрасно. Там нашёлся ещё Сергей Дудин. И тоже Сергей Дудин из Санкт-Петербурга. Вот сейчас, через час он должен на меня выйти. Одни ушли, другие сообщили. Это Дудин с ним соединился, через других перекинули, на меня вышли. Какое-то благотворительное общество. Ещё они там, не знаю. Ну, поговорить. Люди-то видят. Люди, как говорится, мимо не пропускают, а касаются сердца всё-таки. Вот мне ещё одно недоумение. Я вам посылаю столько материалов-то, а вам считать трудно. Нет кого-нибудь там рядом с часа-то, чтобы он вам просчитал всё это? И нет, и никого у меня. У меня все здания перед всем некогда. А то я тут интересный материал, я когда скидываю, вам не надо, вы куда-то складывайте. Сегодня оно не сгодится, а завтра сгодится. Однажды я сказал своим людям, напишите все дома, в спокойной обстановке, кто как нашёл Господа. И как вы пришли в нашу общину. Ну, и написали люди. Это даже те, которые ходили на занятия, в университете я вёл занятия. 84 человека. И я в одну ленту их слепил, и я вам их пошлю. Это очень интересно. Я смотрел это видео, у меня есть такое, я просмотрел его. Это мало, это видео мало, Сергей. Это в Ворде, в Ворде. Игнатий, вы понимаете, в чём дело? У меня, знаете как, это я с вами занимаюсь, я уделяю сейчас половину, можно сказать, да не большую половину своего времени вам уделяю. У меня же есть, понимаете, свои люди, которые мне пишут письма, мне же тоже отвечать и там надо. Мне же и по иконам там вопросы решать. Я об этом думал, дорогой, думал. Думал, и когда ты заговоришь об этом? У меня же столько вот работы, и помимо вот этого всего. Но, Сергей, ну того стоило, что мы с вами разговаривали-то? Если бы не стоило, что же я попаясь, только я людям отказываю в написании икон, понимаете? Люди у меня заказы делают, а я им отказываю для того, чтобы заниматься с вами. Давай, уменьшим встречу, начинай делать, что тебе положено. Мы, главное, переговорили. Давай сделаем так, мы договорились раньше один раз в неделю. А то действительно это мы перехватили тут. Но главное, что мы все переговорили. Которые пошли еще два примера файла. Вы их где-то положите, а для себя имеете в виду, что если будете ставить материалы там на своем форуме, вам это очень сгодится. Вот это как раз образец будет показан, как у нас люди необычно в православии. У нас все до одного пришли сознательно. Все в сознательном возрасте приняли крещение. И каждый дома писал подробно о том, как он услышал. Ну, кто-то пространно, а кто-то так немного написал. Ну, 84 человека. Так что по книгам даже звонили с Америки. А я везде указывал телефон или домашний адрес. А то вы написали, я... И когда люди писали, а их родители, там, неверующие, прочитали, да, конечно, там, Игнатий написал. Они говорят, он даже и не знал ничего этого. Ни одной буквы никому я не писал. У людей какое понятие-то? Это все вот этим ищу. Я вам послал в одном месте слепленные. У меня 3467 стихотворений. И чтобы легко было поиск совершать по одному слову, я их слепил в один файл. Так вот, если в дальнейшем у вас найдется человек, который любит стихи, то из этого вот свой, который сейчас делаете сайт, там кое-что можно будет выбрать. Там можно выбрать. Это у вас такие на дальнейшее, если когда будете заполнять, он у вас с этим будет необычен, а от нашего сайта будет очень сильно отличаться. Конечно, дополнение будем ставить. Я теперь буду... Я интернет-пространство отдельное куплю теперь. Вот, и туда буду вот эти все диски ваши закинуть туда все. И будет вот на этот сайт, который я делаю, человек будет заходить и слушать будет, понимаете? Мне не надо будет ни скачивать ничего, он сразу будет слушать. Так, если нужны будут аудиостихи, они у меня насчитаны. Примерно три тысячи стихов. Ну, конечно, и поставим мы стихи. А люди некоторые прямо и только из-за стихов говорят, мы и заходим к вам на сайт. Я скажу, что я не переборщаю здесь, я никакой не поэт, но в стихах заложена проповедь, попытка выразить в стихах. Вот надо было бы... Игорь, кто бы выслал, надо было бы стихи тоже выслать, я бы их за тоже поставил туда пространство. Это не два, не три. Повторяю, три тысячи, четыреста шестьдесят семь стихотворений. Это за девять лет примерно написано. Я не пишу. Они все начитаны в аудио. И в аудио начитаны? Ну вот в аудио получше бы. В смысле, хорошо было бы в аудио, чтобы слушали. А у нас сделали так, в аудио, и рядом кнопочка нажимает, и она в ворде идет. Бывают слова-то не совсем ясно, человек расслышит, а так очень удобно. А там не надо нажимать на кнопочку, и просто текст размещать под проигрывателем текст сразу размещать, и человек будет слушать и читать тут же. Так удобно. Надо это как-то тоже будет обдумать. Видите, у нас заготовки очень сильные. Я еще вам не посылал автобиографию, которая начинается и идет, как суды шли. Это из книги «Для Слова Божия не от уз». Абсолютно все подробно. Как я в тюрьме проводил, там жил, там все-все-все-все. Судья говорит, эта тайна была записана на один из магнитопонов, потом послали во Францию, Париж, и они напишали в русском слове. А потом оттуда прислали газету, то есть ее мы уже отсканировали, в книгу поместили. Там материалы очень интересные. Я сделал сейчас страницу, это вот конкретно на сайте, вот на этом, который я делаю, она уже, эта страница, в Яндексе на первом месте стоит. То есть зайдите в Яндекс, в Яндекс конкретно, и наберите в поисковой строке «Кто такой Игнатий Лапкин?» А я уже заходил, смотрел. Вот. И мой сайт – это такой сиреневый крестик, такой сиреневый. Вот где будете видеть в Яндексе сиреневый крестик, это вот будет сайт мой, на котором и ваш сайт стоит. Позывной. Да, и вот уже я смотрю, прямо много людей по этой ссылке заходит, кто такой Игнатий Лапкин. Интересно, а на моем сайте, на форуме, ни на одного человека больше не стало. И на ютубе, как было, так и есть. Стабильно на равном месте стоит. Я думал, после того, как вот, значит, Степаненко туда поместил у себя эту ссылку-то, ну, думаю, ладно, не на форум указал, а на сайт, ну, на эту, на ютуб. Ничего подобного, никак не отразилось. Это не даст ничего. Понимаете, если бы на сотни сайтов, таких, как у Степаненко, ваша ссылка была, тогда бы, была бы, конечно, прирост был бы, одна ссылка, она не даст ничего. Я сегодня ему дал там информацию, я думаю, он сегодня, может, зайдет и исправит ссылку на форум. Значит, я кое-что повторяю в несколько раз. Почему? Потому что мы забываем кое-что. Матфея, Евангелие, 22 глава. Это эпиграф моей работы. Вы отдельно прочитайте еще раз. Я считаю себя посыльным, зову на Брач-Эпир. И меня вообще не должно интересовать, придут или не придут. Моя задача только возвестить. А уже дальше, если вопросы будут, я отвечаю. Я не отвечаю, придут или не придут. Мне главное, чтобы они знали, что наш сайт, форум существует. А зайдут, не зайдут, это от меня не зависит. Но донести до сведения, вот это у меня задачи, которые я выполнить не могу. Чтобы люди знали, что есть вот такой сайт, такой форум. Ну, конечно. Я вчера Еремию еще раз посмотрел, думаю, еще раз посмотрю внимательно, еще думаю, он так любит, его этот фильм. И там вот нашел полное сопоставление из вашей жизни, как вы все-таки ориентируетесь на Еремию. Еремию. Да. Я не то, что беру, а просто моя изнутри жизнь, она получилась такая. Я не каждый день там, ну, я молюсь-то ему каждый день, но чтобы я думал, а, Еремия так поступил, я поступлю. У меня это получается как природное. У меня это в жизни заложено было. Да, видите, ему-то Господь являлся, нам сейчас Господь уже не является так явно. Вот. Он вам я посмотрел сегодня тут. Связь. Сейчас замерло? Вот интересно, а что такое? Может быть уменьшить? Я не буду тогда увеличивать. Пускай будет так. Техника еще не до конца, видать, разработала, чтобы не было перерывов. Я вам сегодня еще файла 2-3 скину на будущее. Я думал, когда он заговорит об этом, столько времени, я говорю, а когда же он икону-то пишет? Учитывая, что человек-то больной все же. Господь благословит, у него все будет, как надо. Главное... Да. у вас камера не горит. Камера на смете. Вот это, вот это вот, а вот так вот, да? Да. Все, давайте будем прощаться. насчет камеры, тоже личный вопрос, вам очень она нужна, эта камера. Вот, а я тоже себе куплю вот такую камеру, как у вас. сделать видео тогда. Я скажу ребятам, но я думал, что хорошее. Я у вас, плохо видно-то, меня? Плохо, конечно, как в тумане. Потому что камера плохая. Ай-яй-яй, куда я попал? Ну ладно, прости, тут не прошел номер у меня на бедноту. Благодарю. так что камеру заменим, я думаю, скоро. Камеру, а я думал, видеоаппарат, губы-то раскатал на два обеда. Ну ладно, с Богом. Давай, выручайся. Будем дальше. Слава Христу. Все. Пока до меня дошло. Это что-то менять вот этот, я ее так берегу. Сроду не думал, что ее менять надо. Ты смотри, подряд выкидывает меня и все. Сергей дождь, легкий на победе. Продолжение следует...